Здравствуйте! Это Настоящее время Итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске. Обратная сторона сети. Вирус не Петя, российские гру-хакеры и американские выборы. А также обратный отчет. Президент Беларуси, народный ультиматум и Тихановская в розыске. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, с целым пакетом обвинений в адрес российских хакеров выступил в начале этой недели Вашингтон. Министерство юстиции США утверждает, что атаки с использованием вируса не Петя осуществлялись на украинскую энергосистему, ряд американских компаний, президентские выборы во Франции, организацию по запрещению химического оружия и зимнюю олимпиаду в Пхенчхане. США уверены, что к кибернападениям причастны сотрудники Государственного разведывательного управления России. Его специалистов, напомню, ранее обвиняли во вмешательстве в президентскую выборную кампанию в США в 2016 году. Посольство России в Вашингтоне охарактеризовало обвинения как проявление русофобии и охоты на ведьм. О том, что выдвижение обвинений российским хакерам означает в преддверии президентских выборов в США, я спрашивала старшего научного сотрудника Института стратегического диалога в Нью-Йорке Майкла Вайсен. Я думаю, что этот шаг был задуман как сдерживающий фактор. Все обвиняемые – это офицеры оперативного киберотдела ГРУ, то есть военного формирования номер 744-55. Нет никакой вероятности того, что их экстрадируют. Я также сомневаюсь, что у них есть активы в США, которые можно было бы заморозить. Это скорее предупреждение Москве, что мы знаем, чем вы занимаетесь. Это совсем не такая операция, как в 2016 году, когда была взломана и обнародована информация. И не просто попытка взломать компьютерную систему Пентагона или организации по запрещению химического оружия. Они фактически совершили боевые действия в киберпространстве, в результате которых был нанесен ущерб глобальной коммерческой деятельности и промышленности на миллиарды долларов. Они создали чудовище, как в отличной книге Энди Гринберга «Пескожил», написанной о вредоносных программах, создающихся в этом отделе. Этот вредоносный код они создавали не до конца, понимая его возможности, и экспериментировали с ним. Зламывали компьютерные системы в Украине, а также в медицинских центрах западной части Пенсильвании, где под угрозу были поставлены жизни людей после того, как их истории болезней были просто стерты. Само обвинительное заключение очень любопытное, потому что в нем содержится разоблачение офицеров ГРУ, одни из которых являются штатными сотрудниками российской разведки, а другие делают это на внештатной основе, как гангстеры, как преступники. Они пользуются своими знаниями и ноу-хау для того, чтобы красть личную информацию или взламывать компьютерные системы компаний по торговле недвижимостью для самообогащения. Поэтому обвинительное заключение подчеркивает как смелость и амбициозность российской военной разведки, так и ее беспардонность и готовность применять фактически мафиозные методы. Они должны были бы быть профессионалами, офицерами разведки, но это только одна сторона медали, правда ведь? А фактически они преступники. Вы правы в том, что время, выбранное для обвинительного заключения, тоже говорит о многом. Это сигнал России. Даже не думайте сделать то, что вы делали в 2016 году. Осталось две недели до сейсмических президентских выборов в Америке. Уже есть некоторые данные, что, возможно, Россия возвращается к своим старым уловкам. Я не думаю, что вынесение обвинительного заключения жюри присяжных за две недели до выборов – это просто совпадение. Говоря о географическом аспекте и действиях, описанных в этом обвинительном заключении, что нам это говорит о разрушительном потенциале групп? Интересно, вы сказали, что некоторые их действия были простыми попытками сделать хотя бы что-нибудь и посмотреть, что из этого получится. Вы сейчас пишете работу об этой структуре. Как бы вы характеризовали последовательность и эффективность их деятельности? Да, у меня есть глава, которую я назвал «модный мишка». Так я называю всех этих ребят. Эксперты, с которыми я обсуждал этот вопрос, я сам не специалист по кибербезопасности, я всего лишь журналист. Но те, кто с этой темой хорошо знакомы и много об этом знает, пришли к консенсусу, что этим ребятам была предоставлена почти полная свобода действий и разрешение экспериментировать. Честно говоря, они сами часто просто крадут вредоносные программы, которые пишут независимые хакеры или крадут технологии у разведслужб других стран и придают им новый виток. Они хотят посмотреть, на что способны эти игрушки. Например, программа, которая остановила торговую деятельность транспортной компании «Мереск» на 48 часов, что стоило компании миллиарды долларов, ударила и по некоторым российским компаниям. Эти программы настолько агрессивны и обширны, что невозможно предсказать, как они будут распространяться. Но даже это их не остановило. Наоборот, они подумали, «Посмотрите, что мы только что сделали. Все, что нужно, это в будущем более точно и эффективно направлять действия против конкретных лиц и конкретных целей». Проблема в том, что они используют невинных людей, частные компании, международные спортивные мероприятия, украинские министерства, грузинские организации и, конечно, американские организации в качестве своих лабораторных подопытных и хотят посмотреть, какой необыкновенный код им еще удастся написать. И для них, фактически, не будет никаких последствий за это все, кроме того, что их имена могут быть разоблачены сначала американской контрразведкой, а затем министерством юстиции США. Некоторые из людей, включенных в обвинительное заключение, уже вышли в отставку или ушли со службы. Как минимум, один человек вышел в отставку в 2018 году. Он не сможет поехать на Запад, не сможет тратить деньги ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в Париже, но, возможно, его это не сильно волнует. Многие из этих людей были награждены медалями и получили другие государственные награды за свою работу. Мы понимаем, почему Соединенные Штаты сейчас очень активно выявляют и разоблачают эти операции. Это возможность сказать, мы знаем, что вы делаете, мы знаем, кто вы, и если вы это не прекратите, честно говоря, Соединенные Штаты могли бы делать то же самое. Были сообщения о том, что Путину фактически сказали, что если он попытается снова повторить 2016 год, Соединенные Штаты могут вывести из строя всю систему энергоснабжения России. На таком уровне находится ситуация, с которой мы имеем дело. Это даже не холодная война, потому что кибератаки — это своего рода кинетическая и настоящая горячая война. Если вспомнить кибератаку в Эстонии в 2006 году, никто в этой стране не отнесся к случившемуся, как к плохой шутке или как к розыгрышу. Это была определенная форма боевых действий. Майкл Вайс в нашем эфире. Стоит отметить, что в четверг Великобритания заявила о введении визовых и финансовых санкций против двух офицеров российской ГРУ и одного из подразделений российской военной разведки в связи с кибератаками на парламент Германии в 2015 году. А в США к концу недели директор национальной разведки страны Джон Редклифф заявил, что Россия и Иран попытались вмешаться в президентские выборы нынешнего года. По информации американской разведки, представителям обеих этих стран удалось получить доступ к информации зарегистрированных американских избирателей. Иран воспользовался ей для рассылки электронных писем с целью запугать голосующих. Тема России также была затронута в ходе финального раунда президентских дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена в прошедший четверг. Я ясно дал понять, что любая страна, кем бы она ни была, которая вмешивается в американские выборы, заплатит высокую цену. На этих выборах было предельно ясно, я даже не буду вдаваться в подробности, что Россия была вовлечена. Нет никого жестче меня по России. Вспомните санкции, вспомните НАТО. Я настоял, чтобы страны НАТО вкладывали дополнительно 130 миллиардов, чтобы сумма дошла до 420 миллиардов в год. Это все, чтобы защищаться от России. В отношении России не было никого жестче, чем Дональд Трамп. В ходе финальных предвыборных дебатов Байден и Трамп также озвучили свои позиции по теме пандемии коронавируса, вопросам экономики и миграции. Президент Беларуси тем временем пообещал найти и наказать каждого участника массовых протестов в стране. Это заявление было сделано после визита Лукашенко в СИЗО и встречи с политзаключенными на прошлой неделе. Семерым из них была изменена мера пресечения. В числе вышедших из заключения под подписку о невыезде политтехнолог Виталий Шкляров, о котором мы рассказывали в наших прошлых эфирах, а также бизнесмен Юрий Вознесенский, который, выйдя на свободу, заявил, что будет заниматься разработкой проекта «Новые конституции Беларуси». При этом в выходные в стране продолжились многотысячные марши, а также дискуссии по поводу народного ультиматума, объявленного Светланой Тихановской. Напомню, экс-кандидат в президенты Беларуси дала Александру Лукашенко две недели до 25 октября на то, чтобы покинуть свой пост, пригрозив в противном случае общенародной забастовкой. Следственный комитет Беларуси объявил Тихановскую в международный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности. А в Европарламенте в четверг Тихановской и ее девяти соратникам присудили премию имени Андрея Сахарова. В этот же день президент Лукашенко встретился в Минске с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Оценить динамику происходящего в стране я попросила белорусских экспертов и политиков. Кремль не собирается удерживать Александра Лукашенко любыми средствами у власти. И наоборот, кризис представляет собой удобный инструмент продвижения своих национальных интересов в Беларуси, независимо от того, кто останется у власти. Или это Лукашенко, или это новая оппозиция. Но в целом складывается ощущение, что есть некая согласованность между Россией и Западом в подходе. И одним из факторов вот этого процесса как раз выступает новая оппозиция. В лице Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. И понятно, что одобрение участия вот этой новой оппозиции в неком политическом процессе не могло состояться без участия Москвы. Лукашенко встретился с главой СВР российского. И все это произошло буквально вот уже накануне истечения срока ультиматума, который поставила Светлана Тихановская. А как вы думаете, в этом есть какое-то совпадение, какой-то сигнал, который Лукашенко пытается кому-то послать? Или, в общем, это какая-то параллельная процедура? Ну, мне сложно говорить на эту тему. То есть я, честно говоря, могу выразить просто свое собственное мнение. Я думаю, что это параллельный процесс. Процесс, при котором Лукашенко пытается заручиться хоть чьей-то поддержке. Понятно, что в данном случае чьей-то это означает прежде всего Российской Федерации. Это одна из немногих стран и единственная страна, которая является нашим соседом, которая признала его в качестве победителя на президентских выборах. Хотя сейчас мы видим, что процесс как бы диалога между официальным Кремлем и Лукашенко, он все-таки идет несколько по-другому, чем это было до президентских выборов. То есть первая, конечно, реакция это была, да, действительно признание. Но потом начался последовательный сдвиг в сторону как бы не замечать события, которые происходят в Белоруссии. То есть понятно, что позиция официальной Москвы, она не может поменяться быстро. Поэтому мне кажется, от такой всесторонней поддержки и информационной, прежде всего идеологической поддержки, которую оказывала Россия Лукашенко сразу же после выборов, сейчас была взята такая пауза. И я думаю, что эта пауза, она является предвозвестником некого другого диалога, который мы в ближайшее время можем ожидать между официальным Кремлем и Лукашенко. Валерий, ну вот касаемо ультиматума, который истекает на днях, несколько там есть моментов. Ну, во-первых, была обещана общенациональная забастовка. Во-вторых, со стороны власти было заявлено, что, ну, неприменительно именно к этому моменту, но Лукашенко заявил, что всех, кто участвует в протестах в стране, будут задерживать. Также МВД пообещало, вернее, не исключило возможности применения боевого оружия на протестах. Вот по мере приближения этого часа икс, если это можно считать часом икс, как вы думаете, в какой форме обе стороны к этому подходят? Ну, то есть оппозиция, объявившая ультиматум, и власть, заявившая, что подавлять будут не менее жестко, чем вот все это прошедшее время. Понимаете, действительно, как бы время подходит, время чея некое подходит, и, естественно, что есть желание у оппозиции, чтобы максимальное количество людей вышло на улицы. Естественно, что есть желание, чтобы у нас была объявлена в каком-то виде забастовка, общенациональная забастовка. И действительно, те факты забастовочного движения, которые у нас имели место в самом начале, как бы политического протеста, который последовал просто после фальсифицированных президентских выборов. Это был в определенном смысле феномен для постсоветского пространства. Я, честно говоря, не смог вспомнить, где бы такое еще проходило, по крайней мере, после того, как распался Советский Союз. То есть, кроме как движения с Польшей «Солидарность», я не мог припомнить других фактов действительно такой массовой экономической забастовки, забастовки на предприятиях. Поэтому это, конечно, очень сильный удар по режиму. Режим не даром не проводил акционирование предприятий. Он понимает о том, что люди, которые являются организаторами забастовочного движения, которые являются лидерами в своих трудовых коллективах, они представляют огромную для него опасность. И он понимает, что он может его уволить, и он увольняет таких людей. Естественно, что они должны получать поддержку, поддержку со стороны белорусского гражданского общества. И действительно, на краудсорсинге собираются деньги, этим людям оказывается помощь, оказывается поддержка. Что касается угроз, которые идут со стороны власти, угроз по поводу применения боевого оружия, я не верю в том, что эти угрозы могут быть реализованы. Насколько реализуемо то, что заявила и продекларировала Тихановская, вывод на улице всей страны, мобилизация всех, и вот это требование к Лукашенко уйти, жесткое требование, насколько оно реализуемо и реалистично, наверное, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, вполне реалистично, поскольку сегодня вся страна требует ухода Лукашенко. Я не могу вам еще сказать за временные рамки и гарантировать, что 26-го он уйдет, но я верю в белорусский народ и знаю, что люди будут бороться, будут выходить на акции протеста, и обязательно будут забастовки на предприятиях. Безусловно, Лукашенко уже пора уходить. Все вот эти действия, которые он предпринимал в последние недели, о которых вы рассказали, но это не более чем забалтывание ситуации. Мы не видим сегодня никаких реальных действий со стороны Лукашенко навстречу протестующим. То, что он пошел на поклон в тюрьму КГБ политическим заключенным, это говорит о том, насколько он действительно сегодня опасается за свою власть и понимает силу протестующих. Это было... Ну, я бы не сказала, что из этого можно сделать какие-либо выводы о том, что будут освобождены эти люди. Потому что то, как это происходит сегодня, это мне очень напоминает 2010 год, когда после массовых акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси были также массово арестованы и кандидаты в президенты, и члены избирательных штабов. Я попала как журналист и редактор Харти в тюрьму КГБ. И тогда, спустя два месяца, когда очень жесткого обращения с политическими заключенными, где не применялись пультки, под давлением Запада Лукашенко стал освобождать некоторых оппозиционеров. Однако люди освобождались под домашний арест или под подписку о невыезде. Некоторые были освобождены исключительно на условиях подписания бумаг о сотрудничестве с КГБ. И после этого находились долгие годы под давлением спецслужб и были вынуждены с ними встречаться, вести какие-то разговоры неформальные. И я вижу, что, в принципе, сейчас Лукашенко пытается повторить этот трюк, потому что были освобождены некоторые представители Координационного совета под домашний арест. Политолог Виталий Яров был освобожден под подписку о невыезде. Собственно, у меня была тоже подписка о невыезде, но так в достаточно жестких условиях, без паспорта и возможности выезжать из города. И вот такие, как Юрий Воскресенский, для меня, очевидно, они просто подписали бумагу о сотрудничестве со спецслужбами и сегодня выполняют тот сценарий, который ему пишут в КГБ, я уверена. Поэтому это, безусловно, нельзя расценивать как какой-то жест доброй воли. Совершенно понятно, что необходимо продолжать протесты, требовать освобождения всех политических заключенных, но не только тех, с кем он встречался в тюрьме КГБ, потому что там не было и таких лидеров оппозиции, как Николай Статкевич, Павел Северинец, там не было известных блогеров, которые находятся в тюрьмах до сих пор. И, безусловно, борьба будет продолжаться. И ультиматум, который был поставлен Светланой Тихановской, я, конечно, приветствую, потому что требование немедленной отставки Лукашенко, оно должно быть ключевым, и это требование должно быть номером один. Ну вот, Анната, когда вы говорите о 2010 году, и вы, собственно говоря, тоже были фигурантом-участником этих событий, если сравнивать за этот десятилетний промежуток, мы тоже видим очень жесткое обращение с людьми, но, в общем, видимо, как-то инструментарий не очень изменился. Вы можете как-то сравнить, проследить какую-то эволюцию? Ну, я могу сказать, что, конечно же, из-за того, что никто, по большому счету, в Беларуси не понес наказание за то, что происходило с политическими заключенными в 2010 году, были введены персональные санкции со стороны Запада, были несколько, это было, конечно, важно, заморожены счета, и введены санкции против кошельков, лукашенко, олигархов, но каких-то серьезных мер не подействовало, а под серьезными мерами я имею в виду экономические санкции, потому что это действительно влияет на диктаторские режимы, заставляет их сдаваться. И поскольку еще в связи с событиями в Украине с 2015 года начался вот такой процесс потепления отношений Лукашенко с Западом, эти санкции вообще, те, которые были введены, были сняты. И вот эта безнаказанность, да, она привела к тому, что жестокость, с которой обращались протестантами, протестующими в Беларуси, начиная с 9 августа, она была просто колоссальная. То есть то, как обращались с людьми, это просто страшно. Я, честно говоря, несколько недель я просто не могла прийти в себя, потому что я просто бесконечно читала свидетельства этих людей, плакала, я безумно сопереживала, я просто не представляю, через что эти люди прошли. Потому что, да, мы проходили через пытки, да, у нас были очень тяжелые условия, но здесь уже диктаторский режим превзошел самого себя. То есть вот это господин Невзоров очень верно сравнил белорусский амут с щекотилом, потому что это реально абсолютно такие маньяки, которые совершали страшные преступления. Ну, то есть в данном случае тезис состоит в том, что брутализация связана и основана на безнаказанности? Безусловно, безусловно. И мы сегодня говорим о том, что необходимо против режима Лукашенко вводить экономические санкции, не просто персональные. Необходимо, безусловно, вводить санкции против бизнесменов, которые продолжают поддерживать диктатора. Кстати, один из таких бизнесменов российский, это Михаил Буцериев. Вот, и также мы говорим о том, что необходимо вводить уголовную персональную ответственность сотрудников ОМОНа, которые совершали и совершают эти преступления. Вот, и будем работать над этим, конечно. Мнение Наты Радиной. На сегодня это все, на что хватило времени. В нашем эфире дальше больше. Мы продолжаем следить за развитием событий. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Всего вам доброго и до следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok